Докажем. Второе дополнение к квадратичному закону взаимостей. То есть, п-четное простое число. Наша цель узнать, чему хранит символ лежан на 2пп. То есть, существует ли такое число, что х квадрат минус 2 делится на п или нет. Если существует, то этот символ считают равным единице. Если не существует, его считают равным минус единице. Замечательным образом вы видите на доске синусы, косинусы и даже танцы. Оказывается, что способ, о котором я сейчас буду рассказывать, основан на очень простой идее. На подсчете количества точек на окружности. На какой именно окружности, чуть-чуть потом. А сначала давайте я напомню известную из школьных программы картинку. Деоимов писанного. Если мы берем окружность единичного радиуса, то она записывается с уравнением х квадрат плюс у квадрат равно единице. И вот этот вот угол в два раза больше этого. Если посмотреть, то есть длина 1, то х это косинус 2фи, и у синус 2фи. Вот этот вот отрезок, это у нас х плюс 1, потому что это х, а это х плюс 1. Это у, и соответственно, х разделить на х плюс 1, это танцы. Давайте обозначим угловой коэффициент такой прямой, буквой к. Тогда она задается уравнением. у равняется к умножить на х плюс 1. Соответственно, вместо у доставляем, получаем х квадрат плюс к квадрат умножить на х плюс 1 в квадрате, это единица. Переносим единицу в левую часть, а наоборот, к квадрат умножить на х плюс 1 в квадрате, направо. Замечательно. То есть, х это 1 минус к квадрат делить на 1 плюс к квадрат. Поскольку у мы знаем, как выражается, к умножить на х плюс 1, то надо сюда прибавить единичку, получится в числителе 2 и умножить на к. Вот получили такую форму для х. Что это такое? Это взаимно однозначное соответствие между точками окружности, ну, кроме, разумеется, единственной выколотой точки с координатой минус 1 и 0. И прямой. На картинке, прекрасно понимаете, где у нас тут ка. Вот если провести, так называемый, ось тангенсов, то, собственно, Азачельею проводил. Наверное, лучше сказать, что вот здесь ка. Потому что там, конечно, замечательно, что 2 ка. Но понятнее сказать, что вот здесь у нас ка, потому что здесь единица. И там, соответственно, 2 ка. Так вот, любой ка, представляете? Между прочим, если ка рациональное число, то х и у рациональные. И наоборот, если х и у рациональные, то вот по этой формуле ка рациональная. Это еще один способ найти все решения уравнения x квадрат плюс y квадрат равняется z квадрат в натуральных числах. Ведь, смотрите, можно на z квадрат выделить. И дальше очень простая вещь. Сюда вот вместо k подставляете какое-то рациональное число, то есть какой-то тропе. Ну, давайте, вместо k подставляем, что n плюс, как n разделить на n. И, умножая считательный знаменатель на n квадрат, получаем x это n квадрат минус m квадрат делить на n квадрат плюс m квадрат. и y это 2nm разделить на n квадрат плюс m квадрат. Заметьте, это не требует никаких соображений о делимости, там, четности, нечетности. Помните, как мы это делали без этой проекции? А, собственно, получаются те же самые формулы. Так что это, пожалуй, даже попроще. И, замечательно, соответственно, взаимоднозначное. То есть, вот если вы берете любую нискратимую дробь, то вы получаете точку на окружности и на окружности. Отличный поле, это, как рассказывают, способ свести задачу о синусах-косинусах к тангенсу. Правда, тангенсу вдвое меньшего угла, да? Это замечательно, потому что, фактически, получается, что, когда у вас есть нечто про синусы и косинусы, то можно обойтись одной функцией, но, правда, от половинного угла. Хорошо. Так какую же окружность будем рассматривать для доказательства второго дополнения? Посмотрим, сколько существует решений сравнения х квадрат плюс у квадрат сравнимо с двумя по-могу В. Ну, конечно, не очень понятно, почему есть окружность, потому что это делим из чисел. Но, тем не менее, давайте будем рисовать по-прежнему как окружность, потому что так нагляднее. Во-первых, любая точка, где x и y – это не нули и не единицы, дает нам сразу восемь. Посмотрите, если взять какую-то точку с каждым x и y, то можно поменять знак при y или знак при x. Здесь поставить плюс-минус, и здесь что хочешь, как бы сказать, хотите знак, да? И x менять, не ставим, можно x и y. Таким образом, любая точка дает нам восемь точек. Есть еще замечательные точки 1, 1, минус 1, 1, минус 1 и минус 1, минус 1. Их четыре штуки. И нас интересует, можно ли извлекать квадратный корень по-могу В. То есть вот эти точки, помеченные звездочками, условно говоря, корень из двух, да? Ноль плюс-минус корень из двух или плюс-минус корень из двух ноль. Они существуют или нет? Давайте посмотрим, что будет, сколько будет всего решений. Вот количество таких восьмерок давайте обозначим буквой альфа. Этих четверок у нас одна. Этих то ли ноль, то ли одна четверка. Значит, всего решений получается восемь альфа плюс четыре плюс то ли ноль, то ли четыре. Вот эти четыре точки одновременно либо все есть, либо все нет. Так значит, для вычисления символа лежанга два по П, достаточно выяснить, делится или не делится количество решений такого сравнения на восемь. Смотрите, если восемь альфа плюс четыре плюс четыре, то делится, и тогда эти точки есть. Если же только восемь альфа плюс четыре, то не делится. Ну, соответственно, этих четырех точек нет. Выяснить количество точек можно ровно таким же способом, как мы уже делали для окружности х квадрат плюс х квадрат равно одиннадцать. Вот здесь выписаны все эти формулы. Что мы делаем? Проводим всевозможные прямые через точку с координатами одиннадцать. Вот, то есть, такой пучок прямых. Да, единственное, в таком виде не записывается прямая, проходящая через точку с координатами одиннадцать. Минус одиннадцать, потому что, так сказать, бесконечности у нас нет. Значит, об этой точке придется отдельно позаботиться. Так, а давайте я уже буду выписывать, что у меня есть. Вот это хозяйство уже все поняли, это можно убирать. Вот, ага, эту точку, чтобы не забыть, я выпишу. Вот у меня уже получается такое равенство. Восемь альфа плюс четыре плюс то ли ноль, то ли четыре. Это есть одна вот эта вот замечательная точка с координатами один минус один. И какие еще бывают? Смотрите, ровно как в предыдущем случае. Пишем систему, вместо у подставляем к х минус к плюс один. Переносим единичку сюда, а это вот наоборот сюда. Разлагаем на множители х минус один на х плюс один. Здесь чуть сложнее, но все равно не проблема. Решаем, получаем формулу. х это к в квадрате минус 2к минус один разделить на один плюс к в квадрате. у это минус к в квадрате минус 2к плюс один разделить на один плюс к в квадрате. Давайте поймем, ну, для начала, вот эту точку мы должны отдельно саму считать или нет? На самом деле нет. Потому что, когда мы возьмем вместо к минус единицу, то мы получаем касательную. И вот подставьте сюда, когда вместо к подставляешь минус один, получаешь один плюс два минус один, то есть два разделить на два единицу. И сюда то же самое. Минус один плюс два плюс один, то есть два разделить на два. То есть эта точка получается, когда к равно минус единица. Отдельно считать не надо. Всего вместо к можно подставить п-значение. Но есть неприятность. Знаменатель не имеет права равняться нулю. Поэтому годятся не все п-значения. Если у нас число минус единица не является квадратичным вычетом, то можно подставлять любую и к. Тогда просто все п-значения не годятся. Если же минус один является квадратичным вычетом, тогда два значения к не годятся. Так давайте так и напишем. Надо из этого вычесть единицу плюс символ минус один. То есть если число п такое, что минус единица является квадратом, то в таком случае мы два вычитаем. Эти два значения нехороших, к вычитаем. Если же число минус один не является квадратом, то в таком случае здесь будет один минус один. Все замечательно. Вот. Но, между прочим, эту формулу можно даже попроще переписать. Можно даже попроще ее переписать. Если заметить, что вот эта единица и эта минус единица у нас сокращаются, и перейти к сравнениям по модулируемся. Итак, то ли 0, то ли 4, как раз интересующие нас, это есть п минус минус один по п. И вот сейчас я выпишу все четыре варианта. Какие остатки может давать число п при делении на 8. Итак, по модулю 8 число п может дать в остатке единицу, троеку, пятерку и семерку. Отлично. Пишем, что у нас здесь будет. Четыре плюс, я потом напишу плюс, что сравнимо с единицей минус. Так, минус один по модулю числа, который дает остаток один при делении на 4, это единица. Поэтому здесь у нас вычитается единица. Кстати, вот здесь тоже будет вычитаться, только здесь будет написано 5 минус один. А здесь единица будет прибавляться, и здесь тоже самое единица будет прибавляться. Так, отлично. А теперь, ну, 4 минус я, конечно, здесь перепишу. А теперь нужно сообразить, какое число надо сюда поставить, чтобы по модулю 8 было бы верно сравнение. Понятно, какое. Надо подставить здесь число 4. Здесь надо подставить число 0. Здесь число 0. И здесь число 4. Господа, вообще-то все доказано. В верхних и нижних строчках получилось, что есть эти четыре точки. То есть символ 2ПП равен единице. В средних двух строчках получилось, что он больше, что этих точек нет. Значит, символ равен минус единице. Второе дополнение к фактическому закону за единицей доказано. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...